Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. Ну что ж, наконец-то появились долгожданные ящички в игре Мир Кораблей, сундучки и всякое прочее. Можно разжиться новыми премиумными кораблями, а может быть и не разжиться, потому что как повезет. Итак, друзья, обратите ваше внимание на новую закладку в Адмиралтействе, называется новогодние подарки. И вот на этого зайку, на него надо будет кликнуть, вы получите один бесплатный маленький подарок. И вот здесь, в нижнем правом углу, у вас будет кнопка «Забрать подарок». Еще один бесплатный маленький подарок тоже можно получить. Дополнительно обращаю ваше внимание на боевые задачи. За три победы в боях вы получите один уже большой премиумный контейнер, то есть крупный, в котором реально получить что-то можно. Значит, как все это работает, можно посмотреть подробно. Разработчики описали, рассказали, что можно получить из ящиков, из маленького контейнера 2,5% шанс дроп корабля. Остальное всякое, на самом деле, не особо полезное. Ну, а из большого шанс дропа 20%. Но, конечно, обратите внимание, что чаще всего вы будете получать корабли с 5 по 7 уровень, а самые редкие, 10 уровни и редкий корабль, шанс всего 1,1 из этих 20%. То есть, 1%. Но, если у вас нету тети, если у вас есть все корабли, которые уже вам неинтересны, и каждый раз люди говорят, вот, мне там выпал такой-то корабль, я его продал. Не продавайте премы! И даже если вы не собираетесь на них играть, все равно они пойдут вот в этот вот список. И, соответственно, шанс того, что вы получите эту какашку снова, он будет нулевым. Нулевым. А если продадите, сможете опять получить его, вместо того, чтобы получить что-то годное. Обращаю ваше мнение, что если у вас есть все корабли из списка, их здесь 7,6, плюс 66, плюс 51, то вы получите полторы тысячи стали. Чем я, кстати, собираюсь сейчас заняться. Давайте попробуем эту сталь нафармить. У меня есть все корабли, кроме Альянса. И мы сейчас с вами будем его пытаться выбить. И еще, кстати, обращу ваше внимание, друзья, есть у нас также бонусы за боевые результаты. Они же снежинки. И при игрании на кораблях, вот, если вы берете, допустим, суперкорабли и десятые уровни, вы будете получать сталь. Прошу прощения, очки исследования. За одиннадцатый уровень, за десятый уровень вы будете получать новогодний сертификат, который можете обменять один к шести на вот эти же ящики в Адмиралтействе. Можно будет посмотреть. То есть за шесть боев на разных кораблях вы сможете получить ящик. Так, наверное, это где-то вот здесь вот должно быть. Да, вот эти сертификаты будут обмениваться без ограничений. Соответственно, я не советую брать маленький новогодний подарок. Гораздо более профитно взять гигантский подарок, поменять шесть сертификатов и быть довольным. Значит, за одиннадцатый уровень вы получаете дополнительно здесь 250 очков исследования плюс один сертификат. А сталь вы получаете вот здесь вот на восьмых и девятых уровнях 75 стали за каждый. Ну и за лоу-левел, по-моему, даже включая пятерки, да, вы получаете по 750 угля. То есть разжиться можно прилично. Но это еще, как говорится, не все. За боевые результаты, то есть за игру на кораблях. Если у вас много кораблей, вы также сможете, ну, в общем, не надо будет играть на всех кораблях. Можете поменять себе эти сертификаты за игру на других кораблях. То есть вы играете, грубо говоря, на одном корабле и можете сбить там еще, по-моему, даже с нескольких. Получить себе эти сертификаты. Я советую, советую сбивать на том, на чем вы меньше всего будете играть этот сертификат. То есть если вы планируете собирать уголь, мне уголь, честно говоря, уже, наверное, не особо нужен. Я буду все-таки на сталь ориентироваться. Я буду сбивать там с восьмерок, с которых я особо не планирую играть. Но угля у меня уже миллион с лишним. Я не знаю, куда его деть, честно. Может быть, на флажки. Если вы играете часто на кораблях высокого уровня, то не сбивайте. Вам, в общем-то, проще будет отыграть на всех хай-левелах и потом сбить на лоу-левелах автоматически эти сертификаты. Все, друзья, идем покупать. Значит, по шансу дропа у нас с пяти больших коробок должен выпасть, ну, 20% шанса, да, должен выпасть нам какой-то корабль. Соответственно, мне еще этих контейнеров выпадет куча за, собственно, за новогодние сертификаты. Но для вас, мои дорогие друзья, я знаю, что вы это любите, куплю сразу 20 коробок. Соответственно, мне должно выпасть один корабль Alliance, который у меня есть. И, возможно, три приза по полторы тысячи стали. А может быть и нет. В любом случае, я прошу вас поставить лайк под этим видео прямо сейчас, чтобы пожелать мне удачи и заодно сказать спасибо за открытие коробочек, чтобы вы знали, что оттуда выпадает и с каким шансом реально оттуда может выпасть корабль. Ну, и пока вы смотрите это прекрасное открытие, напишите, пожалуйста, в комментах, если вы уже что-то открыли. Напишите, что вам выпало, поделитесь с ребятами, сколько коробок купили и сколько кораблей оттуда выпало. Ну, а мы с вами начинаем. Итак, хо-хо-хо фирменное для разработчиков. Оно меня прям каждый раз очень умиляет, это хо-хо-хо. Давайте смотреть. Очень хорошо, кстати, что падают красные бонусы. Штука полезная, безусловно, это может неплохо потом заработать и серебряшки и всего всякого прочего. Ну, синий бонус, конечно, не так интересный. Я думаю, я думаю, что Альянс выпадет мне до конца десятой коробки. Возможно, там, кстати, даже есть какой-то счетчик, когда должен выпасть корабль. Вот он, вот он падает, Альянс, как раз с пятой коробки положено. Теперь у меня есть все корабли из списка, и теперь мне будет падать, по идее, полторы тысячи стали за каждый корабль, который должен, типа, выпасть. Так, продолжаем получать бонусы. Мне бы хотелось, конечно, получить голды, в первую очередь, потому что сколько там, пять тысяч голды, по-моему, падает. И это было бы хорошей компенсацией. Ну, вот, считайте, мы уже получили, если бы я, конечно, играл на подлодке, мы бы с вами получили уже, считайте, десять тысяч дублонов. Примерно, там, компенсации десять, там, тире один, сколько она там стоит. Ну, будем считать десять для округления. Вот, то есть половину, вот она, сталь пришла, следующий корабль приехал. Мне, кстати, выпадает с бонусом, потому что мы, друзья, с вами участвуем в клане с хорошими бонусами. И вы, кстати, если хотите присоединиться к нашему клану, тоже можете вступать. У нас очень много бонусов. Не сказать, что у нас прямо такая какая-то высокая клановая активность, но много всего можете получить дополнительно, так сказать, практически даром. Мы берем в клан всех подписчиков с бусте, с подпиской офицеры выше. Подписывайтесь и вступайте в клан, получайте призы. Вот, вам большое спасибо за поддержку и надеюсь, что вам много всего годного тоже будет падать. Ссылка на бусте есть внизу в описании к этому видео. Заходите и подписывайтесь. Спасибо вам в любом случае за поддержку. Так, продолжаем разговор. Полторы тысячи стали, ну, точнее, не полторы тысячи, а тысяча семьсот двадцать пять стали. Мы получаем, что, в общем-то, не дурно. Жаль, кстати, что увеличение этих бонусов не падает на все остальное. Не, 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 это не прокает. Это было бы, конечно, веселее. И вот, видите, пятнадцать тысяч угля упало еще две двести пятьдесят сверху. Ну, пятнадцать тысяч угля мне не нужно. А вот еще сталь. Это замечательно. В итоге мы получаем, получается, третий корабль из списка. Пока падает все вообще честно. То есть, пятнадцать контейнеров, три корабля. Браво! В этом плане, когда у вас все корабли есть, это, в принципе, выгодно. Потому что, ну, вы можете получить, если не все есть, корабли редких нету, можете получить редкий корабль. А если все есть, будете собирать просто сталь таким образом, что, конечно, очень удобно. Повторюсь, обязательно возьмите себе контейнеры за боевые результаты, за сертификаты. Берите себе большие контейнеры, они самые полезные. Вот еще падает мне немножко угля. Голды! Голды! Нет, голды мне, я чувствую, не упадет. Ну, вот еще немножко угля. В итоге, три корабля. Упало мне, упал мне уголь. Голда не упала. Ну, честно говоря, ниже среднего результат дропа с этих двадцати тысяч. Но, если бы падали премиумные корабли, то есть, могли бы падать там и пятерки, и шестерки, семерки, восьмерки. В среднем, наверное, двадцать тысяч голды бы отбилось у меня прем кораблями. Но тут такой маленький минус в том, что мне выпала подводная лодка. А сами знаете, я подводные лодки не очень уважаю. Да и, в общем, играть на ней точно не собираюсь. О, Господи, какой ужас. Это какой-то кошмар. Что за кошмарная лодка? Ну, ладно, друзья. В общем, пишите в комментариях, чего как. Сегодня я вас всех приглашаю на стрим. Сегодня у нас будет большой стрим с большой раздачей премиумных кораблей. Приходите. Сегодня мы можем будет получить прем девятку. Вечером стартуем мы чуть раньше, где-то в 6-7 по Москве. Надеюсь, что вам улыбнется удача. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. И пока-пока. С вами Турья. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok